Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим об одном из символов Америки в группе Aerosmith. Итак, поехали! Одна из наиболее популярных американских хардроковых групп Aerosmith была сформирована в 1970 году, когда вокалист Стив Тайлер Стивен Виктор Таларико, рожденный 26 марта 1948 года в Нью-Йорке, повстречал Джо Перри, Энтони Джозеф Перри, рожденный 10 сентября 1950 года в городе Бостон. После их первого концерта в Нипмак, регионал Хай Скул, группа решила взять себе имя Aerosmith. Их популярность в окрестностях Бостона быстро росла, а после того, как их приметил Клайв Дэвис на концерте в Макс Канзас Сити, они подписали контракт с Columbia Records. Выпущенный в 1973 году дебютный альбом Aerosmith разместился на нижних строчках хит-парадов. Правда, сингл Dreamon, бывший поначалу на 59-й позиции, попал в топ-10 в апреле 1976 года. При записи второго диска Get Your Wings начались плодотворные рабочие отношения с продюсером Джеком Дугласом. Следующий альбом, сейчас продано более 6 миллионов его экземпляров по всему миру, стал первым настоящим успехом группы. Четвертый альбом Rock достиг платинового статуса в течение нескольких месяцев со дня его выпуска. Aerosmith укрепили свои позиции с выходом Dre The Line и мощным Liv Bootleg. Но, несмотря на популярность среди слушателей, они не сумели получить одобрение многих критиков, которые обвиняли группу во вторичности идей, особенного указывая на схожесть с Led Zeppelin. После съемок Aerosmith в фильме Sergeant Peppers Lonely Heart Club Band в качестве Future William Band между Тайлером и Перри начались разногласия. После выхода провалившегося Night in the Rats, Джон покинул состав. Нормальные отношения между группой и Перри с Уинфордом были восстановлены во время тура в 1984 году. Разногласия были забыты и на следующий год Aerosmith играли в своем классическом составе снова. Группа заключила прибыльный контракт с Geffen Record, а после выхода альбома Done With Mirrors, продюсированного Тедом Темплеменом, Тайлер и Перри успешно прошли курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. Молодцы! Записанный с продюсером Брюсом Файерберном, Permanent Vacation стал одним из наиболее пользующихся спросом альбомов группы и первым, который имел успех в Англии. Диски Pump и Get a Grip закрепили популярность команды. Желая закрепить за собой имидж экстраординарной группы, аэросмитовцы издали внушительный бокс-сет Box of Fire на 13 компакт-дисках, включающие редкие концертные записи. В набор также входила коробка спичек. В середине 90-х группа вернулась на лейбл Columbia Pictures и потратила немало времени, чтобы записать следующий диск Nine Leaves. Как это ни странно, альбом звучал очень свежо, хотя стиль аэросмит оставался прежним. В сентябре 98-го года аэросмит лидировал в американских хит-парадах со своей композицией I Don't Want To Miss A Thing, остававшейся наверху в течение четырех недель, а также ставшей первой их вещью, попавшей в британский топ-10. Добравшись до четвертого места, в новом тысячелетии группа выпустила альбом Jazz Pash Play, сделанный в лучших традициях команды. Вот такая история.